Диабет Добро здоровиться уважаемые посетители канала Мы с вами продолжим Россияне интересуется Что такое диабет? Согласно Всемирной Организации Здравоохранения Смертоносный диабет Безжалостно захватывает планету Ну давайте Диабет это состояние при котором У больного постоянно наблюдается Повышенный уровень сахара в крови Британцы выделили два типа диабета Первый и второй Россияне тоже Второй тип наиболее распространенный Он возникает когда организм Производит слишком мало гормона инсулина Либо производимый инсулин Неправильно действует Вот ема ты ес Что ж он тут неправильно действует Какой-то инсулин непонятный Но продолжим Инсулин производится в поджелудочной железе Его функция регулировать расход энергии Функция регулировать расход энергии Вот знаете когда читаешь Читаю подобные статейки Понимаю что их писали Далеко не специалисты И на скорую руку Ну как он может регулировать Инсулин расход энергии Вот если я сейчас вот так вот начну рукой мотать Что инсулин у меня будет регулировать расход энергии Или может все таки как-то я произвольно Наращиваю свой темп расходования этой энергии Так когда мы едим те или иные продукты Это касается в первую очередь углеводов А именно хлебобулочных изделий Например макароны и картофеля Наша периодная система их перерабатывает Повышая уровень глюкозы в крови Пищеварительная система Из макарон и картофеля Расщепляя крахмал до глюкозы И в виде глюкозы всасываются Продукты переработки макарон и картофеля Из пищеварительной системы в кровь Естественно да Повышается уровень глюкозы Так и должно быть это нормально После еды А потом потихонечку все это переходит в клетки Где глюкоза и употребляется Так при диабете первого типа Организм начинает перерабатывать Собственное производящее инсулин клетки А значит гормон не производится Либо тут перевод такой Либо тут накосячили Перерабатывает собственное производящее инсулин клетки А значит гормон не производится А нельзя ли было сказать При диабете первого типа Поджелудочная железа Не может вырабатывать инсулин И поэтому его нет в организме. То есть по какой-то причине поджозрочная железа отказалась вырабатывать инсулин. И это считается диабетом первого типа. Ясно и понятно. А вот люди, страдающие диабетом второго типа, могут компенсировать последствия с помощью правильной диеты и упражнений. Но для контроля уровня сахара в крови, им все равно в ряде случаев нужно принимать медикаменты. А люди с диабетом первого типа вынуждены делать себя регулярно инъекцией инсулина. Ясно, понятно. Раз он не вырабатывается, хочешь ты, не хочешь, ты должен инсулин как-то принимать искусственно. Хотя я думаю, и тут есть какие-то методы, но я лично их не знаю. Поэтому мы остановимся на страдающих от диабета второго типа, которые могут компенсировать последствия с помощью правильной диеты и упражнений. То есть можно так сказать, что диабет второго типа, он наживной. В течение жизни человек так ведет себя по жизни. А именно, ест нормальненько, съеденное должно перевариться, согласно, переварилось, всосаться в кровь в виде глюкозы. И эта глюкоза должна нашими мышцами в течение дня израсходоваться. То есть зачем нам энергия? Энергия нам нужна в виде глюкозы для того, чтобы мы с вами занимались физической активностью, там, умственной активностью, физической активностью. И если мы с вами по каким-либо соображениям едим плотно, а энергии в виде мускульной работы тратим мало, то этот инсулин, вернее, то эта глюкоза нам не нужна. То есть глюкоза должна направиться к месту потребления в клетке, а ее тому же достаточно, потому что она не потребляется. Тогда она остается в крови. И вот в этом случае она начинается, начинают, значит, ее сбрасывать через почки. И вот это как раз и будет диабетом. Но это, я считаю, наиболее распространенная причина, которая возникает от неправильного образа жизни. Как только мы с вами начинаем менять наш образ жизни при диабете второго типа, а именно, мы с вами начинаем, ну, начнем с еды, есть меньше той пищи, в которой содержится эта глюкоза. Значит, как бы сказать, уже клетки ждут, когда к ним подойдет эта глюкоза. Это одно. Второе. Это мы увеличиваем нагрузку на клетки, на мышечные клетки, на весь организм. Он начинает работать, он начинает потреблять энергию. Раз он начинает потреблять энергию, то он что говорит? Клетки говорят, давай, давай, давай. И из крови быстренько эта вся глюкоза усваивается клетками для того, чтобы выполнять физическую работу. Нет работы, нет усвоения этой глюкозы. Все просто и ясно. То есть, это все решается диабет второго типа с помощью образа жизни. Если мы меньше едим, так называемых быстрых углеводов, и больше двигаемся, и нет у нас диабета, и вес у нас в норме. Конечно, есть там ряд других каких-то условий для возникновения диабета второго типа, но вот то, что я вам сказал, является основой. И если мы понимаем, применяем низкоуглеводистую диету, или используем углеводы, которые дольше гораздо перевариваются, это в основном цельные каши будут. То есть, никакой не белый хлеб там, это цельные в основном кашки сварили. И двигаемся, мы себя нормально чувствуем. Ну, вот как я. Я регулярно занимаюсь, и у меня все усваивается, все нормально. Если бы я не занимался, и при том питании, которое веду, я бы давно заболел сахарным диабетом. А нет. Кстати, дальше идут осложнения от сахарного диабета, которые здесь не указаны. Страшные вещи. Сахар, то есть, у нас начинает раствор глюкозы циркулировать по кровеносным сосудам. Это уже вязкая жидкость. У нас нагрузка идет на сердце. Под действием силы тяжести этот сиропчик любит скапливаться в ступнях ног. И как только там возникает мельчайшая ранка, то вот этот сироп начинает выделяться. Ну, ранка должна бы кровь выделяться, а тут выделяется вот эта кровенистая субстанция, содержащая обилие глюкозы. На этой глюкозе сразу же размножаются разного рода микробы, которые вызывают гноеродные вещи. И в результате уже формируется так называемая диабетическая стопа. То есть, там пальчики гниют, их чикают. Один, другой, третий, потом всю там стопу чикают. То есть, не доводите до себя, до таких вещей все можно решить легко и просто на начальном этапе. О чем я вам и рассказал. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал, поставьте лайку, дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать.